чтобы вы понимали всю серьезность намерений раздобыл целый мешок веточек туи которую сейчас мне предстоит порезать на черенки это впервые буду черенковать и может что-то не получится туи у меня двух сортов что за сорта я не знаю может потом как-нибудь разберусь но у одной ту и шишечки мягкие а у другой ту и шишечки твердые и листики различаются одной они более грубые большие а у другой ту я не более мелкие более сочные и так вот здесь есть водичка в этой водичке разведён эпин у меня нету корнеобразователя никакого порошкового но есть эпин это мне дал сергей он тоже подходит как стимулятор роста стимулятор корнеобразования поэтому сюда накапал жидкости и пиновой столько сколько положено сейчас мне нужно нарезать черенки которыми будут засунуть их в эту водичку с эпином и чтобы на пару часиков постояла пропиталась вот этими веществами сам черенок стои закончено тут наверно будет по штук 500000 черенков а здесь у меня веточки ивы плакучий и ивы мацудана сорт очень интересная ива у нее ветки вот так вот вьются крутятся как кудри вьющиеся очень прикольно выглядит я вообще люблю и вы давно хотел и вы посадить все никак черенков не мог набрать под 50 черенков различные ивы теперь приступаю к посадке черенков туи перед тем как я выберу землю в которой буду сажать черенки я набрал различные земли из разных мест первую землю я взял из того места куда я скидывал отходы от компостного туалета они уже там перегнили все много-много лет лет пять наверное второй вид земли я взял из-под кленового опада вот этот верхний тоненький слой сантиметровый под листьями и третий вид земли я взял из хвойного леса также вот этот вот верхний тоненький слой больше всех тест на паш мне понравился из земли который образовалась от отходов компостного туалета самая правая лакмусовая бумажка мне нравится больше всех где-то 56 эти две имеют вкрапления какие-то более темные вкрапления вот здесь что-то такие синенькие точечки типу щелочь какая-то непонятно но это правая наиболее чистая наиболее желтая такая ярко-желтая прямо где-то около шести я бы сказал с правой стороны земля у меня взята из того же места где растет азимина то у меня получается она состоит из опилок сосновых раньше меня был компостный туалет и все отходы я скидывал в эти кусты там большая куча такая была это все перегнило превратилось вот в такую землю как торф это земля у меня взята из-под места где растут клёны от к черная а это видно с иголками там где растут сосны и что то мы можем сказать никаких кардинальных таких отличий я не вижу но больше всех мне нравится правая бумажка сейчас по запаху запах земли чуть-чуть другой запах больше запах грибницы грибы чувствуются здесь чистый запах такой земли торфяной где хвоя ну очень слабо запах есть поскольку здесь много земли мало органики вообще почти что запаха нет так чуть чувствуется запах земли больше всех чувствуется запах такой земляной органики там где клёны растут и вообще самый насыщенный самый приятный там где вот опилки были с перегнившими какашками высадил всю тую хорошего сорта другого сорта которые более такой лучшие как по мне теперь высаживаю уже другой сорт туи делаю такие ящики полиэтилен просто нарезаем часть сюда буду высаживать смочу эту землю этого сорта туи мне получилось где-то 120 150 штук оставшегося сорта другого у меня будет под 300 штук хорошо если процентов 15 меня укоренится поскольку делаю первый раз однозначно я что-то делаю не так но еще этого не знаю что я делаю не так поэтому закончил в 16 часов я начал землю собирать вот это вот все подготавливаться и в ноль часов сейчас это пол первого убрал здесь мусор теперь мне предстоит завтра или после через пару дней сделать тепличку для черенков чтобы они на улице стояли под спонбондом солнышком подогревались там был парничок такой но завтра предстоит другая работа сейчас все расскажу что ты хочешь убить уничтожить дерево либо хотя бы хоть такое бы выросло ну почечку привить пускай едно тусит ну будет ветка большая потом от этой почки короче процедура такая покупаются черенки в каком-нибудь питомнике вот просто не стоят копейки срезается одна почечка вот 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 Прививаем вишни Сергей накупил огромное количество черенков Может штук 20 И вот смотрите Черенок на нем Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь Девять, десять, одиннадцать, двенадцать Двенадцать почек Это можно привить по сути двенадцать деревьев Двенадцать ростков может быть Из одного черенка Такой метод называется окулировка От слова латинского Aculus Глаз То есть прививка по сути глазками Такой метод прививки является Одним из самых эффективных И мы уже с Сергеем Наверное каждый по штук сто Таких почек привил Может и больше Прям ощущаешь как твой скилл Прививок растений Растет с каждым днем Каждый день мы прививаем Каждый день персиков кучу почек привили Сейчас еще предстоит прививать Груши и яблони Срезаю пяточку Беру почку Вместе с куском коры Опа Вставляю ее вот сюда Чуть-чуть надо подрезать И заматываю лентой Это ни в коем случае не урок Как нужно делать Потому что Я это начал делать только в этом году Еще нет результата Обязательно будут какие-то ошибки Какие-то недочеты Но это я буду видеть Уже после того Когда Приживутся Не приживутся Изучать дополнительную информацию Вот все И завязываем На узел Чтоб вы ребята понимали масштаб Вот это все Сливы Дикая слива И вот за этими кустиками Я только что Шарился Прививал И вот на этом пяточке Вот здесь вот Уже привито 50 слив 50 Вот как это выглядит Оп Вот почечки Вот Еще Здесь так идешь 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 Оп Потом Когда эта почка Начнет расти Это дерево Срезается И в итоге У тебя получается Сортовая слива С прививкой Слив я закончил Вот Все кусты Которые видно За этой сосной Это все Сливняк Там у меня Посажены Азимина Гранат Хурма И мы с Сергеем Тоже там все Попрививали Огромное количество Попрививали А сейчас я займусь Прививкой Яблони Груш Вот видно у меня Груша Я ее уже Удобрил Навозом И сверху Накидал Соломы Также у меня Яблоня И груши Вот там Растут Дикие яблони Еще у меня Там за дом И у Сергея На участке Огромнейшее Количество Яблонь И груш Дичек Именно Идеальные Такие растения На которых Привить Можно Сортовые Яблони И груши Эти все Яблони И груши Появились Тогда Когда Деревня Еще была Живая В ней Жили много Людей Были Кони У всех Кони Паслись На этих Лугах На этих Полях Стравой Ели Траву Ели Дикие Яблони И груши Естественно Какали Семена Естественным Способом Проходили Стратификацию И в Удобренной Какашке В удобренной Земле Которая Образовалась Когда Кони Какал Проросло Огромное Количество Яблонь И груш И сейчас Нам предстоит Все это Привить Наверное Деревьев 50 100 Мы Привьем Немножечко Их Обрежем И будем Следить За результатом У себя На участке Яблони И груши Я уже Подрезал Я не буду Как-то Особо вдаваться Подробности Как это Происходит Потому что Я еще Учусь Видно Где я Здесь Обрезал Вот здесь Везде Обрезал Ветки Здесь Внутренние Ветки Обрезал Которые Росли Вот здесь Кучу Кучу Пообрезал То есть Дерево Проредил От лишних Веток Тем самым Я стимулирую Рост Других Веток Основных Веток Которые Я оставляю Даю Больше Питания Смотрите Здесь Росла Вторая Ветка Над Этой Веткой Ее Тоже Нужно Было Обязательно Какую-то Из них Обрезать Потому что Эта Ветка Заграждала Попадание Света Для Этой Ветки И Такой Рост Дерева Не очень Эффективен Листья Верхней Ветки Затеняют Листья Нижней Ветки И она Меньше Всего Получает Солнце Ну и По большей Части Получается Вот эта Ветка Была Бесполезна И более Разумно Оставить Какую-то Одну Ветку Чтоб Все Листочки Получали Максимальное Количество Света Как Отличить Дикую Яблоню От Груши У Груши Есть Вот Такие Колючки Вот Они Везде Полно Полно Колючек Тогда Как У Яблони Каждая Подобная Как будто Колючка Заканчивается Почечкой Вот Видите Здесь Почечки Итак Тренируемся Это Растет Какое-то Маленькое Плодовое Дерево Что Это Яблоня Или Груша Смотрим На Веточки Правильно Это Груша Еще Такой Непростой Момент Это Выбрать Место Где Ты Будешь Прививать Почку Тренируемся Закончил Прививать Грушу 11 Прививок Это Все С одного Черенка И Еще На Черенке Осталось 5 Почек Которые Можно Привить Будут Уже Привиты На Другую Грушу Готово Обрезал Дерево И Привил 11 Прививок Сделал Вот Эти Грушки Попрививал Здесь Все Будут В кучке Расти И Самое Главное Вот Эти Две Большие Ветки Привил С Этой стороны Почечка В Кору Прям И С Обратной Стороны И Также Здесь Две Когда Эти Почки Примутся Если Примутся То Вот Эти Отростки Срежутся И Здесь Пустятся Сортовые Груши Это Придется Потом Срезать Я Ребят Ничего Не Успеваю Пока Что Прививку Яблонь Отложил Всего Где-то Еще Надо Привить По 300 Почек 300 Я Даже Не Преувеличиваю Я Сейчас Привил 2 Черенка Где-то По 30 Почек Еще 16 Черенков И В Каждом Черенке Примерно По 15 Почек Сейчас Чем Решил Заняться Это Сделать Парничок Тепличку Для Черенков Туи Которая У меня Стоит Дома Ей Там Плохо Находиться Во-первых Я Влажность В доме Постоянно Повышаю Потому Что Обрызгиваю Чтобы Они Были Все Время Влажные И Я Не Могу Им Создать Парниковый Эффект Дома И Места Занимает Много Поэтому Мне Нужно Этот Парничок Сделать На Улице У Нас Просто Мирно Пятилетка За Год Происходит Кошка Играться Хочет Все Закончил Но Мне Еще Нужно Ее Притянить Значит Просто Вленка Накрыта И Как Только Солнце Выглядит Мои Все Черенки Сгорят Обязательно Нужно Притянить Хорошенечко Завтра Этим Займусь А сюда Где-то Недель Назад Я Выставил Часть Перцев Часть Перцев Думал Что Мало Света И Они С Неделю Сидят И Я Не Вижу Большого Прогресса Вот Перчик Вот Маленькие Перчики Вот 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 Я Уже В доме Установил 15 Ваттные Лампочки Сейчас Отнесу Эти Перцы Обратно В дом Вот Перцы Которые Я Принес С Улицы Они Неделю Там Постояли Аж Листики Вроде Как Пожелтели Какие Задохлики Жесть А вот Перцы Которые В тепле Какие Большие Уже И Листики Все Зеленые Да Не Работает Схематоз Перенести Перцы В теплицу На улицу Все же На улице Еще Слишком Холодно Для Адекватного Роста Перцев Одну Большую Грушу Я Обрезал И Привил Сейчас Занимаюсь Прививками Яблонь И Тут Добрался До Большой Яблони Которую Сейчас Пристоит Обрезать И Привить Кучу Кучу Веток Это Достаточно Молодая Яблоня Буквально Лет 5 Где-то Не больше И в этом месте Где она растет У нее Очень большой Прирост По идее Прижившиеся Почки Также начнут Быстро расти Как и Сама яблоня Закончил Обрезать И Прививать Дерево Не сказать Чтобы я его Сильно Обрезал Оно Уже Очень Большое Но Что я хочу Сделать Это Пустить Новые ветки Плодовые Ветки На каждый Такой Отросток Привил По почке Тяжело Очень Таким методом Прививать Как я сейчас Делал Т-образный Разрез На коре Кора Отгибается И туда Засовывается Почка Потом Это все Загибается И перематывается Очень сложно Очень долго Так Делать Ну Или я думаю Инструмент Нужен Соответствующий То у меня Есть Нож Он Типа Как Прививочный Но Он никак Не помогает Подколупнуться Самая Большая Проблема Это Вот этот Т-образный Разрез Вскрыть Вскрыть Ножик Он Складной Не фиксируется Он Сгибается Ну Очень Сложно Наверное Какие-то Специализированные Инструменты Есть Для Такого Типа Прививок А еще Смотрите Что Здесь Обнаружил Ветка 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 Вошла Между Двух Веток И Приросла Там Вот Она Отсюда Вышла Здесь Она Отсохла Здесь Я передавила И все Срослось Как Сергей Прививает Одну Из Груш Или Яблон А я Сейчас Привью Вот Эту Грушу Смотрим Или Это Груша Определяем Учимся Учимся Что Мы Ищем Ищем Колючки У Дикой Груши Должны Быть Колючки Смотрите Это Колючка Это Колючка Это Колючка Колючка Все Правильно Веточка Заканчивается Зачастую Колючкой Колючка Это Значит Груша Так Обрезать Ее Обрезка Произведена А Теперь Привить Ее Привито Три Почки Привил Примерно Под 120 Градусов Каждая Вот Одна Почечка Вот Вторая Почечка Вот Третья Почечка Если Хотя Бо Одна Из Них Примется Хорошо Если Бы Принялись Все Три То Здесь Дерево Чеканется Сейчас Урок Как Определить Черенок Груши От Яблони Смотрите Тут Тут Колючек Не Будет Но Это Можно Очень Легко Придеть По Почкам Вот Показываю Видите Остренькая На конце Остренькая Сейчас Возьму Яблоню Вот Яблоня Смотрим Какая Почечка Не Острая И На конце Даже Виднеется Пушочек Это Значит Черенок Яблони Еще Раз Груши Смотрим Почка Острая Еще Раз Яблоню Почка Не Такая Острая И На конце Пушочек Небольшой Еще Тут Для Примера Саженцы Саженцы Молоденькие Груша Яблони Так Вот Этот Самый Пушистый Смотрим Это Груша Или Яблони Ищем Колючки На Концах Веточек Видим Колючка Есть Колючка Много Колючек Каждая Веточка Заканчивается Фактически Колючкой Смотрим Вот эти Колючка А рядом Сидит Другое Растение Ищем У него Колючки Концы Веточек Смотрим На конце Веточки Почка На Другой Веточки Тоже Почка Ищем Колючки Колючки Вы где Вот еще Веточка Заканчивается Тоже Почкой Это Значит Яблоня Еще Такое Особенность Яблонь Что Веточки Идут Под Наклоном Видите Как они Вниз Вниз Все Тянутся Молодые Веточки Вниз Туда К земле Опа Все Буквально Все Какую ветку Не посмотри Все Тянутся Вниз Вот Тоже Как она Вниз Едет Тогда Когда У груши Вот Соседняя У него Все Перепендикулярно От ствола Идут Прямиком И Заканчиваются Колючкой Веточки Очень Интересно Ребята Закончили Прививать Яблони И груши Дошли Уже До края Деревни Здесь Все Вот Сосны Начинаются Лес Начинается Мой дом Вот там За кустами Далеко Сергея Дом Здесь За березами Там Далеко Сейчас Посчитаю Сколько Мы Всего Привили Прошелся Посчитал Более Менее Так Еще Накинул Прикинул Сколько У нас Было Черенков Сколько Почек И в итоге Получается Где-то Под полтысячи Почек Мы Привили И Это Где-то Около Двухсот Деревьев О Это Вообще Серьезно Я Уже Чường Не Каждый День Хожу Проверяю Почки Как Они Идут В Рост Ну Так На Первый Взгляд Очень Много Оживших Почек Зелененькие Такие Торчат Первые Листики Через Месяц Уже Будет Известно Точно Сколько Почек У нас Прижилось Вот то, что я в начале видео прививал, уже сейчас прошло где-то дней 5 мы прививали. Уже почки просыпаются, привитые, и начинают расти. И вот еще одна. Вот смотрите, какая зеленая почка, это слива. Красота. Вот как она выглядит. Когда эта почка уже пустит длинный-длинный росток, то постепенно это дерево будет обрубаться. Здесь срежется, здесь срежется. А в следующем году вообще срежется фактически под корень, под эту почку, чтобы здесь начала расти исключительно плодовая слива. На корнях дикой сливы. Кстати, обратите внимание, сколько цветов. Тут запах такой. Здесь все в цветущих сливах. Ну это дикие сливы, но все равно запах очень приятный. Сергей персик обрезал, который в прошлом году очень-очень много персиков дал. Сейчас он цветет. Смотрите, сколько цветочков. Все в цветах. Это дерево никогда не обрезалось и оно слишком высоко росло и слишком на периферии вышли цветки. И получается, если ты начнешь его обрезать, оно уже большое, и пришлось ему спилить бошку, и так оно смотрится очень некрасиво. Потому что я не занимался этим деревом ни разу. И вот в этом году только я спилил его. Ну хоть как-то, чтобы убрать крону и сделать нормальное плодоношение этому дереву. Но выглядит не очень. Если я занимаюсь белой смородиной, халявной, то Сергей себе купил черенков черной смородины. Вот, уже листики пошли. Под 70 штук черенков у тебя черной смородины? 40. 40. 40 штук черенков. Вот он и десет. Да, сколько всего скоро будет, сколько ягод всяких, яблонь, груш, персиков. И это еще не все. Это еще не все. В ближайших видео будет, не в следующем, а через одно, скорее всего, будет вообще масштабная работа. Не больше, я бы сказал, то, что мы сейчас проделали с прививками, но и не меньше. Здесь находятся, напомню, черенки туи. Их немножко подпалило солнце. Видно, да? Как некоторые пожелтели, бедненькие. И это все произошло буквально за один день палящего солнца. А на следующий день мне уже приехала затеняющая сетка 55%. И все, спас положение. Если бы еще день-два побыло солнце без затенения, то они бы все сгорели. Ну, не знаю, приживется ли у меня туя. Я корневин не добавлял. А без корневина очень тяжело, хвойные приживаются. Потом, мне уже чуть позже приехал вместе с сеткой корневин. Я развел его с водой и полил этой жижкой. Но этого маловато. Нужно было, чтобы черешки эти полностью в белый порошок окунать, как в муку. И вот в таком окутанном белом порошке их сажать. Концентрация этого корневина была бы, наверное, в сотни раз выше, чем то, что я развел и полил. Груша распускается. Цветочки. Вот, смотрите, еще сколько сливы. И все мирное у нас усеяно сливами. Они еще только-только распускаются. Не до конца распустились. Еще запаха будет намного больше. Вот, можно видеть, еще очень много закрытых цветов. Но некоторые раскрыты. И, несмотря на это, уже даже ходишь и запахи такие цветочные. Ну, все, ребят, всем пока. В следующем видео ко мне должны приехать интересные саженцы. Нет, никакие аземины, ничего. Сейчас заказывать не буду. Приедут более классические варианты, но не менее интересные. И те варианты, которые у нас точно в Беларуси растут в большем количестве, и их люди выращивают. Но многие не знают даже, что это у нас в Беларуси растет. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok